Мы приехали в Саплагорск, чтобы узнать у туристов, почему они выбрали именно Калининградскую область и насколько дорогим получился отдых. Отдых у нас выйдет где-то, наверное, тысяч... ну, нам осталось два дня, сегодня-завтра выйдет где-то тысячи тридцать, вот, в районе этого, может, там 30-31 проживания, где-то тысяч восемь, перелет тысяч десять, остальное здесь все так, по мелочевке что-то там покупаем. По России как-то в другое место особо не захотелось ехать, в Крыму сейчас очень много людей, в Анапе грязное море и куча семей с детьми, это нас как-то не очень привлекает, в чем то, что мы как-то по 20 лет нам, вот, и в Турции очень дорого в этом году, поэтому поехали сюда. Мы никогда не были в Калининградской области, потом, ну, сейчас понятно, да, обстановка за границей, не поедешь, и потом здесь море же, вот, ну, нам недорого обошлось, у нас вместе с экскурсионной программой, проживание в трехзвездочном отеле, на двоих 60 тысяч, очень хорошо. Ну, вы знаете, в сравнении с Европой, в принципе, недорого получилось, опять же, возвращаясь к Европе, Европа закрыта сейчас, сами понимаете, захотелось поискать по стране, куда можно съездить. Вот мы выбрали одну неделю на юге получить одного моря теплого, потом приехали сюда другого моря получить, ну, тоже теплое, как оказалось. Ну, мы вообще просто не были в Калининградской области, поехали первый раз, ну, и потом у нас здесь апартаменты, в общем-то, достаточно демократичное кафе на каждом шагу, поэтому все очень хорошо. Тут еще связано с подлинной, поэтому, когда заграница закрыта всегда, мы уже видели, то в Греции, то в Курчеве, то в Курчеве, то в Курчеве. А есть вкусно, наверное. В Курчеве, то, что получилось так, что приехали смотреть Россию. Ну, насчет дорогой, это сложный вопрос, ну, нам хватило, скажем так. Ну, бюджетненько, нормально. Ну, да, мы же студенты, как бы, мы сильно не размахиваемся, а почему выбрали именно Калининград? Ну, а почему нет? Очень интересное место и сам Калининград, и окрестности Калининграда, то есть по области. Здесь же очень много замков в разных состояниях, то есть там есть совсем руины, есть что-то восстановленное. Все это очень интересно посмотреть. Плюс море, приятное дополнение. Да, море, конечно, тоже Балтику хотели посмотреть. Я поняла, что в условиях пандемии это лучший способ, ну, приехать в город, в который обычно ты не приедешь. И Калининград – это такой достаточно европейский городок, поэтому, ну, очутиться в атмосфере каких-то немецких, русских построек – это очень приятно. И мы очень приятно удивлены тому, в каком состоянии области и сам город. Тут очень мило и прекрасно. Ну, мы выбрали самолет, плюс живем в Калининграде, в достаточно неплохом районе, в хорошей квартире, поэтому, в принципе, мы знали, сколько мы потратим. Но это на двоих. То есть, туристы на двоих – это вполне себе нормально. Ну, и, может быть, не самый типичный пример туристов. Мы брали в декабре прошлого года билеты в Крым. Аэрофлот перестал летать. Билеты брали на апрель, и, соответственно, никто не было не полетел. И ваучер, который нам дал Аэрофлот, мы поменяли на билеты в Калининград. Вот, поэтому транспорт нам стоил по ценам декабрьским сюда, фактически. И останавливались в Калининграде в Вилла Гламур. Отличный отель. Гуманные цены, прекрасные условия. Тепло, хорошо. Ну, есть с чем сравнивать. Очень хорошо. Там горячая вода не в бак кончился, все свободен, беги, а попасть чистому. Как будто дома живешь.